Всем привет! Меня зовут Татьяна, вы на канале Татьяна Стич. Хочу начать свои вышивальные будни вот с этого процесса. У меня это будет метрика и ростомер. Сейчас эта метрика вышивается, которая будет потом оформляться на ростомер. Вышиваю я это по буклету. Зачеркиваю все это ручкой. Буклет свой не жалею, потому что я не думаю, что я повторно буду это вышивать. В общем, потихоньку-потихоньку у меня все это будет продвигаться. Вот с такого момента я начинаю вышивать свою вышивку. Также вышиваю свой сэмплер арабеско, который я буду оформлять в подушку. Это вышивается у меня на 20 каунте канвы. Вышивается через одно и через два переплетения нити. Но через одно переплетение это 20 каунт. И вот такой вот шовчиковый безумно красивый сэмплер, который я купила вконтакте. Очень я довольна и покупкой, и то, как быстро у меня все это получилось купить. Первый раз я покупаю что-то вконтакте. Очень профессионально работают девчонки. Мне очень-очень понравилось. Такие вот продвижения уже. Я не знаю, какое количество работы здесь вышито. Может быть, процентов 30. Но вышиваю ниточками из ХС. Это здорово. Это прям классно. Я получаю гигантское удовольствие от этого процесса. Мне очень нравится цветовая гамма. Просто одна радость и одно удовольствие. Как вы думаете, прикольно? Давно я уже не снимала маленькие такие короткие эпизоды к своим вышивальным будням. Вот сейчас 15 марта. Решила показать свои продвижения по вот этому шовчикому процессу. На этой неделе, вот сейчас уже воскресенье, я вышивала его вчера вечером. На прошлой неделе я его начала. И, может быть, даже на прозапрошлое я его начала. На прошлой активно вышивала. На этой неделе, вот, вчера первый раз повышивала. Вчера я вышивала вот эти вот элементы. Это как болгарский крест. И здесь такие большие элементы. Чуть побольше болгарского креста. Очень классно вышивается. Надо отсчитывать, надо перепроверять себя. Но все равно из-за того, что вышивается классно, красиво. Кстати, вчера закончила вот этот коричневый элемент еще. С этой стороны тоже. И начала опять болгарский крест вышивать здесь. В этой работе я кое-что изменила. Вот эти красные элементы здесь, они должны были вышиваться обычными крестами. А так как у меня это 20 или даже 19 каунт, то вот такие вот кресты через два переплетения нити, это получается 10 или 9. И они достаточно крупно смотрятся. Поэтому я просто сама для себя приняла такое решение. Буду одной ниточкой вышивать такие маленькие микрокрестики. получается на 19 или на 20 каунте. То есть мне так больше нравится. Мне кажется, это интереснее. А сейчас я решила сделать это включение. Только потому, что опять вдохновилась вышивальным ютюбом. И вот не могу, мне прям хочется, хочется, хочется. Начать один процесс. И мне кажется, он достаточно маленький, быстро вышится. Давно хотела я что-то вышить на пасхальную тему. И еще никогда в жизни я не вышивала ничего пасхального. Хотя мне все это очень нравится. Мне кажется, это все очень симпатично, красиво, уютно. Когда нас окружают такие прикладные вещи. И вот, что у меня это будет. Я посмотрела только что видео с канала Женя Говорит. И она приглашает в совместный проект по вышивке пасхальных яиц. Я вот не помню, как это называется. Мне кажется, это называется пасхальные чудеса. Давайте я просто оставлю ссылочку в своем инфобоксе. Под описанием в этом видео. Вы обязательно туда заходите. И там более все подробно она рассказывает. Она даже показывает некоторые элементы, как вышивать с этих схем. Эта схема будет покупаться в ВКонтакте. Я ее еще не покупала, но я буду покупать саму схему. И эти пасхальные яйца вышиваются на абсолютно разных основах. И даже такие основы, они... То есть та схема рассчитана даже на пластиковую канву. То есть те шовчиковые дизайны с этих схем, они вышиваются не на канве через каждое переплетение нити. А можно их даже вышивать на аиде или на пластиковой канве. И я когда посмотрела, мне очень понравились эти дизайны. Опять же, пришло вот это ощущение, что мне срочно надо что-то вышить к Пасхе. До Пасхи времени у нас еще есть. Шовчиковые дизайны небольшие, можно их вышивать на руках, как дорожные процессы. И посмотрите, так как у меня давно уже лежат вот такие вот металлические заготовки, которые я покупала на Алиэкспресс. Их можно купить там в наборах, где вышиваются какие-то такие мини-дизайны. Они золотого, серебряного цвета есть. Эти заготовки я купила в количестве пяти штук. Это была такая идея, что у меня есть новогодняя панель Мэри Крисмас с моими сумасшедшими прикольными совами. И я думала, я буду переделывать, уменьшать дизайн этих сов и вышивать такие новогодние игрушки в тех же самых ниточках, которые останутся с того набора. Но опять же, этим надо заниматься и надо переделывать схему. И пока я этот момент отложила, а так как мне эти заготовки безумно нравятся, мне нравятся шовчиковые дизайны, поэтому я для себя решила, что все, все сошлось, звезды сошлись, пора начинать. А цвета я буду использовать опять свою любимую цветовую гамму. А моя любимая цветовая гамма это темно-бирюзовый, светло-бирюзовый, который уже закончился. То есть он вот такой вот, вот этот коралловый. Это будут три основных цвета, которые будут во всех яйцах. А еще один или два цвета я буду добавлять в каждое яйцо отдельно. И все это будет вышиваться на таком серебре. Так что классные эти заготовки. Можно покупать и отдельно. То есть мне кажется, каждую такую заготовочку без набора для тех микровышивок я покупала, может быть, по полтора-два доллара. Это, мне кажется, оно того стоит, потому что заготовка просто восхитительная. Я думаю, я буду начинать. Сейчас, конечно, займусь тем, что буду покупать эту схему. Я пока ее еще не приобретала. Пока у меня все горит. Решила с вами этим поделиться. Сейчас я уже занимаюсь также выкладкой кристального своего процесса. Отдельно снимаю по этому поводу видео. Кристальный процесс я тоже уже год или даже два года ими не занималась. Поэтому сейчас большое вдохновение. Вот у меня на выходных, на субботу и за воскресенье я по тысяче кристаллинок уже выложила. И все это делается очень быстро. Поэтому мне очень-очень нравится. Видите, такое разностороннее у меня сейчас рукоделие получается. И кристальный процесс, и шовчики. Но я и хаец вывышивала. И сэмблер ренессанс. И семейный сэмблер, который я сама придумываю на Аиде. То есть все потихоньку у меня движется. Но опять же, такие всплески. В виде таких процессов они происходят. Но опять же, это был всплеск. И потихоньку этот процесс у меня движется. У меня нет плана от него отказываться, его откладывать. И однозначно я его буду продолжать. Поэтому на неделе однозначно. Вот этому шовчикому сэмблеру у меня посвящается один или два вечера. Потихоньку он у меня тоже будет продолжаться. Ну и также сейчас присоединяется еще вот этот процесс. Там, как я поняла, 7 пасхальных яиц. Но у меня всего 5 этих заготовок. Я думаю, пока у меня эти 5 заготовок есть, я их вышью. А дальше посмотрю. По-любому, для моей задумки с новогодними игрушками, с совами, мне, получается, опять надо будет докупать эти яйца. Ну и заодно докуплю дополнительно 2 яйца для того, чтобы завершить этот шовчиковый сэмблер. Ну, вот такие вот идеи. Посмотрим, что получится. Покажу вам свое продвижение. Так, продолжаю снимать. Знаете, сейчас 25 марта, и я вышла 2 раза в прямой эфир. Вот я сейчас только что закончила прямой эфир. Вернее, он меня сам закончил без моего ведома. 2 раза у меня почему-то все зависало. Мне кажется, у меня не тянет интернет, что, в принципе, очень удивительно. Потому что раньше я с такой проблемой не сталкивалась. Но вот сегодня что-то происходит. Может быть, это из-за того, что все сидят дома и так активно используют интернет. Хотя у меня отдельная линия, поэтому я не понимаю, почему такие проблемы возникли. Но факт остается фактом. Пыталась я, я пыталась выйти в прямой эфир, но не получилось. Так что, скорее всего, придется снимать видео. Может быть, через какое-то время я опять попробую выходить в прямой эфир. Потому что это, конечно, намного легче снимать такие видео. И я могу на ваши комментарии отвечать. У меня был список комментариев и ваших вопросов, и тем для разговора, которые я хотела обсудить. Но у нас до этого не дошло. Я начала свой прямой эфир с того, что показывала организацию своих ниток. И как я к этому пришла. Потом показывала те продвижения и те процессы, которые в последнее время вышивались. Хотя я не делала итоги февраля. И вот не уверена, получится ли у меня снять итоги марта. Но когда получится снять итоги, это, может быть, итоги будут за два, может быть, даже за три месяца. Потому что работы я вышиваю много, вышиваю по чуть-чуть. И, в принципе, каждый месяц, может быть, не особо это как-то существенно видно. Но вышивка у меня идет. Так что, что показывать, однозначно будет. И вот сейчас, знаете, я в таком подвешенном состоянии. Я не знаю, сохранятся ли у меня эти эфиры или нет. Но время покажет. Если не сохранятся, то ничего страшного. Мы еще... Может быть, я как-нибудь по-другому и отдельно сниму видео по организации своих ниток. Хотя, если сохранится, то, в принципе, работа уже выполнена. И я с вами поделилась о том, как мои нитки организованы. Знаете, если такое дело, давайте я сейчас, в принципе, вот в этих вышивальных буднях. Потому что у меня на моем планшете я периодически снимаю такие короткие видео. И у меня уже кое-что отснято. Поэтому я просто сейчас продолжу с вами болтать и рассказывать, что же у меня еще произошло. Вот этот процесс я уже вам только что показала в прямом эфире. Если вы не смотрели, то посмотрите. Но если, конечно, он сохранится. Вот такие вот продвижения в этом процессе. Показала я вам свой сэмплер Ренессанс. Хотя о продвижениях самих не рассказала. Давайте я к нему вернусь. Раньше я этот сэмплер Ренессанс, он у меня вышивается на 20-й Аиде. Ой, вернее, это не Аида. Это 20-я такая канва. Вышиваю полукрестом через два переплетения нитей. Вернее, через одно переплетение нити двумя ниточками СХС. То есть получается у меня здесь такой 20-й каунт. Очень прикольно все это смотрится. Вышивала я все это раньше на Кьюснапах. Сейчас я это с Кьюснапов убрала, и мне хочется реально научить себя вышивать это на руках. Потому что это вышивается легко, и мне хочется, чтобы это вышивалось еще легче. Раньше я все это вышивала на Кьюснапах и на своем станке, на своих зажимах. А сейчас вот вышиваю, хочу, по крайней мере, вышивать на руках. Вчера я уже чуть-чуть повышивала здесь на руках. В принципе, пока еще не особо удобно, но вышивать можно. Но буду дальше все это делать. Посмотрите, вот здесь вот у меня центр работы. И за февраль и март у меня отшился полностью вот этот вот низ. Здесь я полностью закончила элемент. Посмотрите, здесь я уже вышила бэкстич. Вот так вот смотрится мой вышитый бэкстич. И мне очень нравится, что я уже бэкстич здесь вышивала именно вот такими ниточками под цвет канвы. Посмотрите, вот здесь у меня тоже вышился мой бэкстич. И на этом элементе я пока еще не вышивала бэкстич, потому что этот цветок у меня еще не закончен. Он будет заканчиваться. Сейчас вам покажу мой сэмплер Ренессанс. Вот у меня здесь хранятся все мои превью. И сэмплер Ренессанс должен будет выглядеть вот так. То есть получается сейчас я вышиваю вот этот вот элемент. Посмотрите, какая маленькая часть от всей работы. И я перешла уже наверх этого центрального элемента. Здесь у меня будет центр. Изначально, видите, эта сама схема разработана для двух цветов. Такого красно-кирпичного и белого цвета на конве цвета икрю. Но у меня совсем другая цветовая палитра. И я уже перешла сюда наверх. И начала вышивать вот этот центральный элемент, который вот сейчас выглядит вот так. Вот здесь опять же бэкстич я буду вышивать такими же ниточками вот в цвет конвы. Сейчас у меня, посмотрите, эти ниточки организованы вот на таком кольце. И цвет конвы я подобрала. Это цвет 670 тоже ниточки СХС. Бэкстич вышиваю в одну нить. Здесь у меня уже закончились нити вот такого темно-бирюзового цвета. Так что придется дополнять, добавлять. Очень легко этот процесс сейчас вышивается. Это то, что мне нужно на данный момент. Так что буду продолжать. И знаете еще, чем я сейчас еще занимаюсь? Я распарываю свой бэкстич, который я уже до этого здесь вышила. Вот такой вот бэкстич с белой ниткой. Очень чересчур контрастно смотрится. И мне не нравится, как это выглядит. И распарываю я свой бэкстич, который я уже вышивала. Намного лучше, мне кажется, смотрится. Вот посмотрите, для сравнения. Бэкстич ниточкой в цвет конвы и вот этот очень контрастный бэкстич. Мне кажется, намного спокойнее выглядит это все здесь. Так что вот такой вот сэмплер Ренессанс. Большой-большой-большой процесс. И буду продолжать пытаться все это вышивать на руках. Я все-таки смогла купить схемы. Я в своем предыдущем включении показывала, что у меня появилось гигантское желание вышивать вот такие вот пасхальные яйца. Давайте я не буду показывать саму схемку, но покажу это превью. Я распечатала. Вот посмотрите, здесь, мне кажется, около 20 страниц было. Я распечатала 4 страницы на одном листе. И, допустим, на одну страницу вот так вот выглядит эта схема. Очень удобно, очень классно. Здесь 7 пасхальных яиц. Предлагается вышивать их на пластиковой конве. У меня, я вам уже рассказывала. То есть, смотрите, есть это пасхальное яйцо. И есть вот такие вот все, для каждого пасхального яйца есть все элементы, которыми надо вышивать это яйцо. И обычно все эти элементы на одном, вернее, на двух или трех дополнительных листах показываются. Все очень просто. Никакого труда у меня это не вызывает. Это вот такой вот мой дорожный процесс. Давайте я распакую. Достану это яйцо. То есть, вот так вот выглядят мои маленькие-маленькие продвижения. Конечно же, это яйцо меньше размера, которое предлагается на схеме. И меньше, так знаете, где-то на 4-5 клеточек с каждой стороны. Но я все это буду переделывать. Но как получается, мне очень нравится. Мне очень нравится вышивать на этой металлической основе. Опять же, это все куплено на Алиэкспресс. Однозначно, все семья яиц я буду вышивать на этой металлической основе. Мне безумно нравится, как это выглядит. Пока, конечно, продвижения небольшие. Я пока вышиваю. Здесь, посмотрите, у меня есть вот такие вот висюльки, которые вот здесь вот висят. Я их пока отсюда сняла, потому что пока это все вышивается, ниточка об эти висюльки путается. Поэтому пока у меня это лежит в моем пакетике. И вот такая вот, этими же ниточками я и вышиваю. То есть это ниточки, которые у меня используются в моем вот этом шовчиковом сэмплере Арабеско. Это сэмплер, но у меня это будет подушка. Вот так вот вышиваю. Семь яиц будут вышиваться в этой палитре. Просто какое-то пасхальное яйцо, там будут больше желтых элементов. Где-то будет больше бирюзовых элементов, светло-зеленых, красных элементов. А так палитра будет одинаковая во всех яйцах пасхальных. Так что прикольный процесс. Конечно, надо им заняться. Продолжу то, что у меня не получилось показать в прямом эфире. Но давайте сейчас я вам это покажу. Потому что желание поделиться с вами этой покупкой у меня уже возникло очень-очень давно. Я купила три схемы. Мне эти схемы пришли где-то месяц назад. Посмотрите, вот это схема Росвуд Монор. Получается, у меня здесь дизайнер Карен Клуба. Это Dreaming of Sunflowers. То есть мечта о подсолнухах. Или мечтание о подсолнухах. Мне безумно нравится этот сэмплер. Очень все просто. Просто посмотрите с надписями этих желтых цветов, этих подсолнухов. Классные цвета. Желто-оранжевые. Приятные зеленые оттенки. То есть это сочетание мне безумно-безумно нравится. Очень классно сделана схема. Здесь все в ниточках DMC. Я буду вышивать ниточками SHS. Либо... Да нет, не либо. Ниточками SHS буду вышивать. Пока еще не подобрала основу. У меня есть несколько сэмплеров, которые мне нравятся от Росвуд Монор. Но я уже говорила об этом, что я хочу... Вот те покупки, которые я сейчас совершаю, я буду их совершать, чтобы вышить. А когда уже вышлю, буду покупать что-то другое. Поэтому с Росвуд Монор я больше ничего не буду покупать, пока я не вышлю вот этот сэмплер. Это обычный сэмплер, который вышивается крестиками. И этот сэмплер я начну после того, как закончу вот этот сэмплер. При этом я буду вышивать, продолжать вышивать свои процессы, которые у меня уже текущие. Они начаты. Это, кстати, тоже Росвуд Монор. Но абсолютно другая вышивка. Здесь именно шовчики. Шовчики, какие-то элементы Blackwork, которые мне тоже очень хочется попробовать. Сейчас мне такой тип вышивки очень нравится, поэтому с удовольствием буду вышивать. Простая очень схема. В общем, вот такое вот панно или такой удлиненный сэмплер у меня в итоге получится. Очень хочется попробовать. Но опять же, сначала закончу свой сэмплер Арабеско. И другой классный-классный сэмплер – это Ginger Spice. Я не знакома с этим производителем, но мне очень понравился этот сэмплер. Я через несколько месяцев переезжаю на пару лет, пока буду учиться в аспирантуре. Переезжаю в Калифорнию. И этот сэмплер, конечно, как нельзя сейчас будет кстати. Мне поэтому так меня привлек этот сэмплер. Здесь какие-то такие, знаете, элементы вот именно с американской культурой, с самим штатом Калифорнии. Поэтому мне так захотелось купить и вышить этот процесс. Посмотрите, как раскрывается эта схема. То есть она раскрывается вот как такое гигантское-гигантское полотно. Она немного глянцевая. Хотя она не немного глянцевая, она глянцевая. Вот так вот это все выглядит. Здесь в ниточках Анкора, в ниточках Дим Сида на цвета. В общем, вот так вот это выглядит. Все вышивается крестиками. Вот, кстати, не знаю, здесь, да, здесь есть квадратичный бэкстич. В общем, классно. Мне очень нравится эта покупка, поэтому с удовольствием буду ее вышивать. Вот такие вот три сэмплера я купила. Знаете, в своем первом эфире я пыталась, вернее, даже не в первом эфире, а эфире, который я делала где-то неделю назад. Может быть, даже две недели назад. Я пыталась вам это показать. У меня эфир завис. Зависла картинка, хотя я продолжала с вами болтать. Ну, мы поболтали, но показать вам не получилось. И я пыталась, реально пыталась сегодня, в двух прямых эфирах. Уже третий раз не стала выходить, потому что, знаете, во второй раз у меня реально просто завис телефон. Я его даже не могла отключить какое-то время. Я не знаю, то ли он у меня перегрелся. В общем, не тянет пока моя техника, видимо, прямых эфиров. Поэтому, в общем, будем снимать, как снимается, да. О, интересно. В общем, будет что посмотреть. Я смотрю, здесь многие уже в масках. Так, вот знаете, а я же сейчас хожу на работу. Мы, в принципе, естественно, носим маски, но на улице я маску не ношу. У нас сейчас такое время карантинов. И сейчас всем настоятельно рекомендуют никуда не выходить. Но в силу того, что мы обязаны ходить на работу, в больницу и выполнять свою работу, мы это все делаем. Хотя у нас сейчас хотят нас перевести, может быть, со следующей недели на такой режим, когда половина врачей работает и половина ординаторов работает. Как бы просто работать в режиме, чтобы выполнять самую необходимую работу. А все остальные, как бы половина, чтобы людей сидели дома во время этого карантина. И вот так вот сменяли друг друга неделю через неделю. По крайней мере, сейчас это обсуждается, пока это еще не произошло. Но, опять же, у меня будет экзамен, который должен был быть в мае. Сейчас его перенесли на июнь. Надеюсь, в июне все-таки мы его сдадим. Если нет, тогда, если все это продлится или будет как-то в таком, может быть, неконтролируемом. Сейчас у нас пока еще как таковая пандемия не началась. Но если все начнется и будет все очень серьезно, то даже есть обсуждение, что наш экзамен принесется на осень. Но пока об этом думать рано. Мы ходим на работу. На работе носим маски, когда общаемся с пациентами. А если не с пациентами, то когда я сижу в своем офисе и занимаюсь офисной работой, пишем репорты, то тогда можно без маски сидеть. Но я обычно прихожу и утром все-все обрабатываю, дезинфицирую, дезинфицирую. И всегда стараюсь руки обрабатывать и руки мыть часто. Но пока как-то так. У нас никто из наших врачей в моем окружении не заболел, к счастью. Ну, надеюсь, все пройдет это быстро и нас не сильно это затронет. Конечно, все это вряд ли. Но, по крайней мере, сейчас все нормально. И будем стараться, чтобы так и оставалось. Будем все стараться держать под контролем. В нашем госпитале уже есть зараженные больные. На прошлой неделе их было двое. Госпиталь на тысячу коек. То есть у нас гигантский госпиталь. На этой неделе информации нет. То есть информация пока не афишируется. Поэтому, но врачи пока не болеют. Сейчас попробую открыть вопросы под теми эфирами, в котором мы, который сейчас вот у меня завис. Просто прочитаю ваши комментарии. И если у меня получится, завтра, послезавтра я уже выложу это видео. Начинаю с первого своего эфира. Здесь со мной все здороваются. Очень приятно. В принципе, здесь были просто вопросы насчет карабинчиков, которые я использую для организации своих ниток. И я на него уже ответила на этот вопрос. Я это все покупала на Алиэкспресс. Опять же, если у меня не получится сохранить то видео, то ссылки на эти карабинчики я оставлю. И ссылки я оставлю на саму систему организации. Давайте я вам ее тут тоже покажу. Вот такая вот у меня система. То есть, это у меня моя шашлычница, которую я покупала, но я организовала ее вот именно для ниток. И вот такие вот карабинчики. То есть, ссылочку и на карабины я оставлю, и ссылочки на вот эту вот конструкцию я тоже оставлю. Здесь вся моя палитра, все мои запасы ниток. Потому что вот даже на примере цвета экрю у меня здесь, посмотрите, раз, два, три, четыре, пять пасм у меня цвета экрю. И, в принципе, есть еще такой запас, может быть, для других пяти пасм. И мне это очень нравится, что все мои нитки находятся в одном месте, и что они у меня не лежат в каких-то дополнительных пакетах. Потому что у меня была такая организация. Сначала я все это организовывала в бобинке, и мне это не понравилось. То есть, по одной бобинке у меня хранилось в моих коробочках, а дополнительные пасмы я хранила вот в таких вот зип-пакетах. Когда у меня цвет заканчивался, я брала отсюда. Но здесь всегда нужно было вести учет в каких-то дополнительных бумажках или дополнительных аппс, которые можно установить на телефон, о количестве моих запасных мотков. Сейчас вот с такой системой организации мне это совершенно не нужно, потому что я смотрю, что ага, вот мой цвет экрю, и у меня здесь 5 или 6 цветов. Вот посмотрите, здесь 310 цвет, здесь тоже гигантское количество ниток. Вот здесь у меня 5 мотков, которые я просто так сложила. И здесь у меня, мне кажется, 2, и вот здесь вот 2 или 3, и вот здесь вот 1. Посмотрите, какое количество большое черное цвета. И опять же, место между 309 и 311 я одеваю этот карабинчик 310 цвета. Вот такая вот организация ниток. На данный момент она мне очень удобна. В принципе, на другие вопросы я ответила. Я буду заканчивать это видео в свои вышивальные будни. Что-то я вам показала. Конечно, у меня есть продвижения еще в других процессах, но какое-то время я их не вышиваю. Также есть продвижения в моей кристальной работе. Но, скорее всего, я уже покажу это в итогах за несколько месяцев. Не уверена, что будут итоги марта, потому что сейчас очень занятое время у меня. Работа у нас продолжается. Работа усиленная. Подготовка к экзамену продолжается. Сашенька, мой сынок. В общем, конечно, времени на все не хватает. По чуть-чуть я вышиваю. Сегодня вместо вышивки я экспериментировала с эфирами. Буду снимать для вас видео. Буду отвечать на ваши вопросы. Если есть какие-то вопросы, то задавайте. Если нет, просто буду делиться своими рукодельными какими-то продвижениями с вами в своих вышивальных буднях, либо итогах месяца. Все. Всем пока. Не болейте. Будьте здоровы. Следите за собой, особенно в это время. Мне кажется, все будет хорошо. Просто сейчас надо какое-то время посидеть дома, чтобы помочь врачам и чтобы помочь системе здравоохранения. В принципе, во всех странах все выглядит одинаково. И в развитых странах, и в развивающихся странах. Здесь люди болеют одинаково, и врачи, естественно, не могут справиться с большим наплывом пациентов. Но если поток пациентов контролируемый, то тогда все будет хорошо. Госпиталя будут справляться, врачи будут справляться. Врачи и медсестры тоже люди. Тоже все могут заболеть. В семьях кто-то может заболеть. Поэтому врачей тоже сейчас не хватает. Они не могут в полной мере работать. Но мы стараемся. Мы стараемся все, что от нас зависит, выполнять работу. Продолжаем ходить на работу. Поэтому, пожалуйста, кто может, сидите, пожалуйста, в карантинах. Будьте здоровы. Ну, а мы будем работать. Ну, и когда будет время, я буду вышивать и делиться с вами своими продвижениями. Все. Всем пока. Увидимся в следующем видео.